Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске сегодня исполняется 47 лет со дня основания Асала. Село Хнушина Корцаха имеет свободный жилой фонд и с радостью примет перемещенных соотечественников. Гранд Динг как основатель новой республики. Паломничества в Дадиванг не возобновляются спустя 9 месяцев. Познакомимся с историческими достопримечательностями Западной Армении. Крепость Джаук. В Иране отреставрировали армянскую церковь. Японские музыканты исполнят произведения Арно Бабаджаняне. Армянская тайная армия освобождения Армении Асала – армянская военно-политическая организация действовала с 1975 по 1997 год. Цель Асала состоялась в том, чтобы посредством вооруженных действий привлечь внимание мировой общественности к армянскому вопросу, заставить турецкое государство признать геноцид, совершенный против армян с 1915 по 1923 года, вернуть оккупированную Западную Армению и ее законному владельцу. Военные операции Асала были в основном направлены против турецких дипломатов, правительственных чиновников, посольств, консульств и офисов турецких авиакомпаний. Асала считала Гургена Яникяна своим духовным отцом, который лично был свидетелем геноцида армян и в нем всегда жило чувство мести народа. В целом Асала имела большое значение в признании геноцида, совершенного против армян, а впоследствии ее бойцы также способствовали освобождению Арцаха. В общине Хнушинак Мартунинского района Арцаха проживает 500-305 человек. Об этом заявил мэр Камо Мурсалян. После окончания войны в селе поселились две семьи вынужденных переселенцев. У нас есть 8 домов, которые мы предоставим другим семьям, желающим здесь поселиться. У нас есть дом культуры, медпункт, зал торжеств. В школе учатся 90 учеников. Детского сада в селе нет, но у нас около 63 детей. Поселок газофицирован, обеспечен электричеством и круглосуточным водоснабжением, сказал мэр. Жители в основном занимаются садоводством и скотоводством. Гранддинг был убит в Турции за защиту равных гражданских прав всех армян, греков, ассирийцев, евреев и курдов. Точно так же, как Мартин Лютер Кинг был убит в Соединенных Штатах. Танер Акчкам, Константинополь. Статья полностью доступна на нашем сайте. Паломничества в Дадиванге не восстановлены, но наши священнослужащие находятся там. Об этом заявил председатель Арцахской епархии епископ Вертанас Абрамян. Армянские паломники не могут попасть в Дадиванг с мая месяца. До этого они посещали Дадиванг группами в сопровождении российских миротворцев. Но постепенно азербайджанцы затруднили доступ туда армянских паломников. Были возобновлены трехсторонние переговоры о возобновлении паломничества. Но через три месяца после этой встречи армянские паломники не могут посетить Дадиванг. Дадиванг – один из древних христианских монастырских комплексов Армянской апостольской церкви. Он расположен в Карвачарском районе, который после объявления 9 ноября 2020 года перешел под контроль Азербайджана. Крепость Джаук, построенная на реке Медзап в провинции Джаук Западной Армении, была построена до н.э. в XI веку и позже была реставрирована. Цитадель расположена в удобном месте на вершине горы, стены сделаны из камня. Руины комплекса расположены вокруг цитадели, но сейчас крепость разрушена. Армянская церковь была отремонтирована в портовом городе Бушер на юго-западе Ирана. Программа благоустройства и очистки территории армянского храма завершена. И теперь в ближайшее время планируется открыть исторический памятник для посетителей. Старая структура монастыря, двор и другие территории были реконструктированы. Кроме того, ведутся работы по документированию надгробий на территории храма. Армянская церковь Бушера является одним из важных и значимых исторических памятников портового города. В Иране много церквей, часовеней, храмов. В 2008 году церкви святого Федея, святого Стефана и Дзор-Дзора были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, говорится в публикации. Соучредитель музыкального союза имени комитасов Токио, талантливый пианист Тахарио Акиба награжден медалью Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения за большой вклад в активное распространение армянской музыкальной культуры в Японии. Об этом сообщает посольство Республики Армения в Японии. Посол Орега Ванисям вручил медаль японскому музыканту в посольстве Республика Армения. На встрече были обсуждены программы, которые будут реализованы в ближайшее время, в частности, мероприятия, запланированные по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Японией. 13 марта в Токио состоится концерт Акибы и скрипача Кейко Урухшира, в ходе которого музыканты исполнят произведения Арну Бабаджаняна по случаю столетия со дня рождения известного армянского композитора. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...